Добрый вечер, друзья мои телезрители, с вами снова Бородач и вы смотрите канал Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня я готовлю котлеты из курятины с сыром. Сыр с курицей отлично сочетаются и из этого сочетания рождается вкуснейшее блюдо, которые я вам сейчас и покажу. Для него мне понадобится килограмм курятины, я взял готовое уже куриное филе, я показывал как я делаю котлеты из целой курицы, но в этот раз я не стал заморачиваться, купил уже готовое куриное филе. Дальше сыр в количестве 200 грамм, половина батона, стакан молока, чтобы этот батон размочить, два лучка, два яйца, ну и соль и перчик по вкусу. Можете брать любые приправы, которые вы любите. Я как обычно беру самый обычный перчик. Ну и мясорубка, чтобы это все крутить. В общем сейчас все покажу и расскажу. Итак, поехали! Ну а чтобы вам было немного поинтересней, а мне немного повкусней, я буду делать не обычные котлеты, а котлеты из рубленого мяса. Моя мясорубка мне это позволяет. Мясорубка у меня Волмер, российский бренд и у него есть вот такая вот решетка необычная для производства рубленого мяса. Есть две обычные решетки, одна мелкая, вторая крупная и вот это вот, которой я иногда пользуюсь для получения крупно рубленого мяса. Я вам сейчас покажу как она работает, какой фарш из нее выходит, ну точнее какое мясо. Довольно таки интересная вещь. Иногда я делаю, моя семья очень любит. Ну что же, приступим пожалуй. Что я буду делать? Мясо я просто порежу на кусочки, которые пролезут в мясорубку. Сыр я просто потру на терке на крупной. Лук я порежу тоже, ну где-то прямо на четвертинке, чтобы он просто полез в мясорубку. А вот батон я замочу в молоке. Беру стакан молока, бултых его сюда и просто замачиваю сюда половину батона. Чтоб батон просто напитался молоком, стал более мягким. Для куриного филе как раз это будет нормально, оно станет более мягким, более нежным. Если бы я брал более жирную какую-то, более жирное мясо, то я бы батон не замачивал. А для куриного филе надо, чтобы все-таки было помягче. В общем замочили и начинаем крутить, вертеть. Ну вот, я все подготовил. Сыр я просто вот потер на терке. Мясо порезал, лучок тоже порезал, булку я замочил при вас. В общем начинаем крутить. Мясо я буду крутить вот через эту вот решетку для рубленого мяса, которое я вам показывал. А лук и портон через обычную решетку. В общем поехали. Давайте посмотрим, какие кусочки мяса получаются. Вот они довольно-таки крупно нарубленные, целиковые, не прокрученные. Моей семье очень нравится. Можно конечно и через обычную решетку пропустить, но чтобы было интересней, мы сейчас сделаем рубленое мясо. В общем с мясом разобрались, теперь я поставил самую мелкую решетку и через нее уже кручу батонный лук. Ну все, готово. Теперь будем фарш замешивать. Ну вот, наша кастрюлька с фаршем. Сейчас это все мы замесим. Сюда добавляем весь наш сыр. Дальше посолили. Поперчили перцем чили. Много не буду, потому что дети будут есть. Я сам люблю побольше перчику, но дети они все-таки молодые, неопытные. Теперь сюда два яйца. Бабахаем. Одно. Второе. И замешиваем, перемешиваем, чтобы получился однородный фарш. А после этого будем уже лепить котлеты, жарить их, а потом наслаждаться. Наслаждаться тем, какие же вкусные они получаются. Ну как лепить, как жарить, я уже показывал 150 тысяч миллионов раз. Поэтому сейчас не буду занимать ваше время. Покажу только конечный результат. Получается вот такой вот фарш с сырными вкраплениями. Видите? Когда котлета будет жариться, сыр, соответственно, расплавится, пропитает с собой всю котлету и получится вкуснятина говядина. Ну что же, посмотрим, что я здесь сегодня такого наготовил. У меня ужин будет следующим. Картошечка, моя собственная дачная, помидорчики соленые, тоже мои собственные, выращенные моими руками. Дальше чай с мятом, с мятой, тоже в дачной. Ну и котлетки вкуснейшие, сырные. Правда, курятина, конечно, не моя собственная, магазинная. Я еще пока не дорос до такого уровня, чтобы свою собственную курицу выращивать. Ну ладно, надеюсь, вы меня простите. Ладно, попробуем. Сыр. Сыр есть. Сыр чувствуется. И это замечательно. Необычное сочетание курицы с сыром. Я думаю, всем понравится. Ну-ка, помидорка. О! Вот такая помидорка. Картошка тоже нормальная. Но, конечно, котлеты. Котлеты это даже уже высокая кухня какая-то получается. Не просто так крестьянская, а самая настоящая ресторанная. Ну, это я прикалываюсь, конечно. Но, тем не менее, действительно очень достойно. Ну, вот такие дела, друзья. Мне такие котлетки очень нравятся. Мои супруги тоже. Дети от них тоже балдеют. Так что, рекомендую всем. Сделайте, как я. И будет вам счастье. Ну, а я, пожалуй, буду доедать. И не буду вам надоедать. А вы ставьте лайки, если вам понравилось. Если вдруг не понравилось, можете даже дизлайк поставить. Я не обижусь. Только напишите, почему. Вообще, пишите ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете. Ну, и подписывайтесь на мой канал, если вдруг почему-то до сих пор вы еще не подписаны. Потому что дальше будет много всего интересного. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Ну, а на сегодня все.